Слышь, столь песни, как я, вон я, вон я, вон я, вон я, вон я, вон я. Саратовцы, жители заводского района, через считанные минуты мы скажем, поехали. Празднование в Саратовской области 55-летие первого полета человека в космос. Такие предстартовые мгновения всегда волнительны. Наверное, также волнуясь и затаив дыхание в апреле 61-го, ждали в Центре управления полетами донесения о выходе корабля «Восток-1» на орбиту Земли. С не меньшим волнением слушала страна сообщение ТАСС о благополучном приземлении советского космонавта. Мы стали первыми. Мы победили. А саратовцы гордились и гордятся тем, что Гагарин не только жил и учился рядом с нами, но и приземлился именно на нашей земле. За прошедшие полвека эти яркие моменты не померкли. Память не ослабла. Монумент космонавту-герою, который мы открываем, тому подтвердение. Водитель Саратовской областной думы Владимир Васильевич Капкаев. Глава администрации муниципального образования города Саратов. Водитель Юрия Алексеевича Гагарина, с которым мне посчастливилось вместе встретиться в 49-м году и вместе учиться в одной группе налетельщиков-формовщиков в Люберцах два года, в школе рабочей молодежи в седьмом классе, в саратовском индустриальном технике. Вот судьба Юрия Алексеевича сложилась так, а я продолжал дело летельщиков. И считаю, что я свой долг выполнил и перед Гагариным, и перед всеми, кто нас учил лететь. Происходство. Зовут космические дали, а люди там не побывали. Но крылья Родина дала, дорога в космос пролекла. Дорогу в космос проложил, фантастика, и казалось это, но с небесом. Дорогу человеческую в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. И это ответственность не перед одним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова